Всем привет! Мы приехали на яхту и открываем сезон. Поехали! Поехали! Это 1,20 мм. Это 1,20 мм. Да, да. Смотрите. 12,40 мм. 6-цилиндра. Морбопента. 145,000. 145,000. 121 мм. Генератор, аэркодисмент, хитроличер маст. И сколько кабинет? Две. Две кабины. Две. 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 Что обсуждают яхтсмены? Думаете, женщин? Нет. Они обсуждают яхты. Дорогих женщин обсуждают. Дорогих женщин. Флота сама себя не поможет. Поэтому выходи давай, помоги. Воду подогрели. Сегодня 5 мая. Русские из Болгарии, русские из Чехии пошли купаться. 5 мая. Что, Олег, как водичка? Нормально. Бодрит. Хорошая, хорошая вода. Плавать долго не надо. Прыгнуть. Прыгнуть и выйти. 10. Да. Прошло 10 минут. Они все еще плавают. Грузимся и отплываем. Впереди нас ждет много интересного. Ну, надеемся. Готовимся поймать тунца. Большого-большого. Уже поймали. Уже поймали. Уже поймали. Червячки. Соленые. Слушай, они... А че у моих соседов? К пиву? Понюхай. Соленые? Понюхай. Они рыбой пахнут. Соленой рыбой пахнут. Реально? Я думаю, что это настоящая. А я тоже так думаю, что они стоят. Длинная резина. Так, попробуем. Сейчас все к пиву дай. Чего влево? Так. Вот сейчас обратно. Оленочка. И вот так вот иди. О-о-о. Видишь, вот эта ерунда в центр должен быть. Все. Все. Если ты идешь воно, нотка у тебя не вправо, не влево, не влево, не считается. Так вот это должна быть убедительного центра. Да. Вот так вот, видишь? Вот это. Да, да. Алик. 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 Давай еще влево. Давай еще влево. Еще влево. Влево. Еще влево. Еще влево. Что заворачиваю? Так, да? О-о-о. Вот так. Вот так. Все. Мы с тобой сделаем пару. Ты знаешь? Круто вообще тут. Ты знаешь? Громче хватит. Только профессиональный капитан может делать две работы на яхте. Одновременно пить пиво левой рукой, если он, конечно, прошла я правой рукой держать штурвал любимой яхты и смотреть в голубую даль в сторону нашего родного города Медулина. Да здравствует Хорватия. Готовимся к рыбалке. Ночной. Это будет ночной рыбалка. На крабы. На крабы, осьминоги и разные всякие прочие морские споры. Слушай, как? Дима, как заветить? А кормить рыбок мы будем? Угадайте чем? Макаронами. Мужчины сказали, что они никогда не отказываются от макарон. Поэтому рыбы тоже не должны. На соленое сало я не знаю, но может быть они и будут есть. Вот кстати, запомните, крабов надо ловить на соленое сало. Самое главное не торопись. Да, не торопись. Снимаем для первого канала ЕСТС. Да, для первого канала ЕСТС. Да, для первого канала ЕСТС. Да, для первого канала ЕСТС. И еще есть... National Geographic. Звезда. Звезда называется. Звезда. Звезда. Могу другие ролики не снимать. Так, потихоньку, самое главное потихоньку, чтобы вместе с нашим тороподовкой Тузик не утянуло. Забыли сказать. Что? Ловись рыбка большая и очень большая. Слушай, ну за органчики куда не плавают, кстати. Плюю на тебя чуть-чуть в сторону. Давай, давай. Тьфу-тьфу-тьфу. Смотри, вон за органчики плавают, между прочим. Вот такой раскладной звонит из Китая. Как бы покупать не стоит. Абсолютная фигня. Он разложился два раза. И все. И ни одной рыбки он не поймал. Поэтому это мусор. Уходим с красивого места. Много рыбы было. Ночью. Но мы ничего не поймали. Это тунец. Это тунец. Это тунец. Тар雄. Это тунец. Это Турцы. Смотри. Это тунец. Подожди, находите. Здесь туда. Я смотрю сюда. Там за гранили ARKX. Вон они, вон они, вон они туда уплыли. Охренеть, 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 охренеть. Офигеть, офигеть. Ура, сегодня 7 мая. У меня снимали. Ладно, счастливо. Ола, браво. Ну что, Лин, как вода? Холодненько, холодненько. 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 Не надо было говорить. Надеюсь, мы поработаем, что потом обратно пойдет. Не так же запрыгиваем обратно. Ну, я у Митурин, встречаемся там. А, бугрыжелки. Слушай, а тут тут ничего, нормально есть. Дельфины клауешь. Да. Иголочками протыкает водичка. Супер. Не, не, нормально. Вообще классно. Как ощущения? Исключительно супер. Вообще, это лечебная вода. Эта соль человека где-то на месяц дезинфицирует полностью. И потом он может есть несоленую пищу. Да. Эта соль. Да. Ну, мы так к соли привыкли, мы все время солим. Вам надо, значит, ее очень круто-чераз. Еще раз. Сразу, представляешь? Только мы кинули на дно. Это право, вот дело. Сразу поймали. Вот, черт, придать? По этому поводу надо прямо это... Подожди. Как поймаем второго? Не торопись. Может быть, это чисто случайность. И больше нам не повезет. А теперь смотрите, на что мы ловим. Так. Кусочек сала. Кусочек сала, кусочек черного крема. Слушай, горчички надо? Ну, перцу, если что. Если можно. Я, насколько знаю, вот горчички, когда ловят, в него в тесто добавляют немножко чеснока. Солка чеснока. На что только не ловят? Старайся, чтобы вам на все больше. Сало с хлебушком. Дорогой маленький бутербродик. С черным хлебушком, обязательно, чтобы ловим. Вот такой будет. В ракию не опускали. Ловим. Оказывается, вот на что нужно ловить рыбу. Лучше всего ловится. Эксперимент показал. Ну, свирок. Настый такой австрийский. Австрийский должен быть. Обязательно. Вот так. Так, а сейчас мы поставим на эти репорты. Да, какие хорошенькие. Сейчас мы газовый баллон поставим и попьем кофе. Ау, поймали целое ведро рыбы. Главный рыбак. Первая рыбка. Да, бери, сейчас. Капитан Кок. Волны вперед. Ура! В общем, яхтинг яхтингом бывает и так. Ветра нет, но есть волна. Идем тихонько на моторе, пытаемся поймать рыбу. Вон, парус подняли, а ветра нет. Главное не ветер, главное участие. Почему? Потому что за один день три раза, два раза увидеть дельфинов и тунцов, которые едят рыбу. Это нормально. Классно вообще. А еще наловить пол ведра рыбы? Да, тоже хорошо. И сейчас ее пожарить, и ее съемки. А мы еще не доели, кстати, она там осталась. Да, да. С самогонкой. Было очень-очень-очень вкусно. Тихо. Непали контору. Отдыхай. Более чистое. Погода классная. Понятно, что тихо для яхты не очень хорошо, но просто отдыхаешь душу и сердце. Дайте ни слова. На, ти. Пожалуйста, дайте слово. Что хотел сказать-то? Вообще, это у нас был экспериментальный выезд на яхту попробовать. Укачивает ли мою жену меня? Понятно, что нет. Я старый. Старый моряк, спечки бряк. Не укачивает. Спали классно. Были такие, как бы, не сказать, что сильные волны, но дул ветер. Практически мы его не чувствовали. Вообще ничего не это самое. Нигде ни бряк, ни кряк. Тихо, спокойно. Каюта была нормальная. Ноги засунешь и не чувствуешь этого конца. Ты, короче, нормальная, классная каюта. Большая. Бомба. Вообще все было замечательно.